Отца в декабре взяли, 3 декабря, когда мне 8 месяцев ровно Я вспомнил, что я в колыбельке лежал В какой-то сарай его поместили Мама узнала, где он, это было где-то на окраине Зная, что отец голодает там, она подобралась незаметно к этому сараю И там было какое-то открытое то ли окошко, то ли какой-то проем, черта знает В общем, она какой-то батон с колбасой или хлеб с чем-то там Что-то она бросила, там был охранник Ну, короче говоря, она бросила в этот сарай И об этом это увидела и зафиксировала ее ближайшая подруга И тут же написала на нее, что она вот, значит, это сделала И мат на следующий день исключили из комсомола с гениальной формулировкой Формулировка такая За помощь врагу народа В деле все самым подробным образом написано Там был не один донос Там человек шесть Все, кто на моего отца написал, все были расстреляны Все до одного Понимаете? Но они все признались Вот странная такая история Отец не признался, пройдя через все Через весь ад Выдержав все это Он тем самым сохранил себе жизнь Как ни странно, это послужило для него спасением В конечном итоге То есть, видимо, логика была такая Но не признается он Не можем выбить из него признание Не можем и расстрелять Но там была еще одна история Дело в том, что человек, который ему подписал расстрел Он был начальником НКВД всего дальневосточного края О нем, кстати, Солженицын пишет в архипелаге ГУЛАГ Вот Он тоже подлежал аресту Это был уже конец 37-го года И он убежал в Китай И в Японию Кстати, когда наши гастроли были в Америке Я встретился с его дочкой Там, в Америке, потому что я выступал И она говорит Вы знаете, я вот дочь того самого человека Который подписал расстрел вашему отцу Представляете? Ну, что я? Я развил руку Вот это и есть какие-то драмы 20-го века Какие-то несусветные встречи Которые случайные встречи или не случайные Я уж не знаю Судьба такая Потому что его судьба тоже трагическая И следователь, который пытал моего Который арестовал моего отца У него выразительная фамилия Дуболазов Была Вот Он арестовал моего отца И он же пытал моего отца В документах это видно Он допрашивал моего отца Бил моего отца Но в 41-м году Дуболазов И это тоже есть в документах Застрелился И отец, кстати, потом Мне о нем хорошо говорил Я говорю Пап, как же Он же тебя бил Он говорит, ну бил Они все били Улыбка вот такая Я помню Я был потрясен этим И бабушка и мама родились в Анапе Поэтому туда поехали мы 17-го, что ли, июня Мы приехали в Анапу Детский курорт 41-й год Ничто не предвещает войны 22-го война начинается А мы приехали 16-го или 17-го июня В Анапу На все лето Вот к тете Пане Она В свой дом нас Ну как родственников Приняла И вот мы там жили И Я помню вот это Когда началась война Анапа была вообще разрушена Чертой матери вся Мы выехали из Анапы Через год Вот уже в 42-м году Даже чуть больше Значит И Погрузились на Какой-то поезд И он вез нас Через Грозный Кстати, через Чечню В Махачкалу В Тагестан Там мы Сели на корабль Переплыли Каспийское море Корабль Калинин Назывался Михаил Калинин Самолет бомбил И в общем Были целые приключения Я тоже это помню Ну вот Потом мы Были в Красноводске Жили 40 дней На асфальте С бабушкой Бабушка была уже ранена Вот На станции Тоннельной Она получила Ранение в ногу Накрыла меня Своим телом И Значит Вот Она Можно сказать Спасла мне жизнь Моя русская бабушка Александра Даниловна Губанова Вот А потом Без пропуска Нас Привезли в Москву Здесь в Москве На перроне Дали носильщику Какую-то взятку Тысячу рублей Какую-то безумную цену И он провел нас За эту взятку Без пропуска В город Так мы оказались В Москве А в 44-м году Я пошел В школу В 170-е Война была Близка К окончанию Оставался еще год Мама Там говорила Тебе привет От папы Ну когда я считал Что он на фронте Ну а как Я ходил в школу У всех Отцы были на фронте А он у меня сидит Ну как Мама естественно Меня оберегала От этого Но потом Я все-таки Уже Конечно Я Уже узнал Когда он Пришел Перед этим Я уже все знал Вот То есть Это около Десяти лет Мне было Отец Пришел Тайно Тайно Потому что Его выпустили Но Был же закон Который назывался Без ста городов Мама Дико струхнула Потому что Он пришел И все знали Что у Лиды сидит Сидит Муж Сидит Почему она одна И никто к ней не ходит Ну Сидит Все Соседи знали А среди соседей Был Была Валька Такая Женщина А к Вальке Приходил мент Мужик Значит Милиционер Ну И сожитель ее Валькин И это тоже Все знали Все в квартире Потому что Он там был И вот Когда Пришел Отец Из лагеря И мама Очень боялась Что Доложит Донесут Никто Не донес Вот интересно Мораль Нашего двора То есть С одной стороны Дикий страх У всех А с другой Чувство Общности Потому что Страх Не только Давал Предательство Но страх Иногда Давал И совершенно Обратные Результаты Люди Через все А дальше Произошло Разрушение Семьи И нате Он остался Без жены Без Ребенка Одинокий И все И дальше Его взяли В Туле В Туле Его пытали Пытали Лампочка Это он мне рассказывал Я приезжал к нему В Туле Потом Потом Когда я реабилитировал Он мне Мы ходили мимо тюрьмы Он мне показал Он видишь окно Вот я вот за этим окном Вот Я сейчас это все Вспоминаю Боже мой Поколение Наших Родителей Это Самое Несчастное Поколение В истории Человечества Вот это Надо Понять Что Это все Люди Живые Люди Сталин Как известно Умер в еврейский праздник Пурим И Так сказать Евреи Поняли Что они спасены Потому что Пурим Это Главный Еврейский Праздник Праздник Победы Еврейского народа Над Антисемитизмом Выглядит Невероятно Символично Я Прочитал Что Как бы Ручка Зависла Товарища Сталина Над Указом О Депортации Всех Евреев Из Москвы Вот в связи С Делом Врачей Но Не успел Когда это Произошло Мама Сказала Одно Короткое Слово Из Четырех Букв Она Сказала Сдох Я Я был Потрясен Кстати Но Она Это Сказала Так Чтобы Никто Не Слышал Мама И Бабушка Конечно Они Жили В Диком Страхе В Диком Страхе Мы Жили В Подвале 80 Человек В Коммунальной Квартире Понимаете И Все Дрожали Что Мы Семья Врага Народа Мы Будем Депортированы Или Еще Это Было Не Самое Страшное Мама Боялась Другого Что Ее Депортируют А Меня В какой-то Детский Дом Отправят То есть Нас Разлучат Поэтому Бабушка Говорила Надо Надо Срочно Менять Фамилию Фамилию Надо Менять Надо Заметать Следы Надо Как-то То есть Вот Такой Страх Был Чудовищный Но Поскольку Мама Была По Паспорту Гречанка Хотя Наполовину Гречанка Наполовину Русская Бабушка Русская Александра Даниловна Кубанова Моя Бабушка А 4 апреля Под Всем Законом Я Должен Идти В Милицию Получать Паспорт Я помню В день рождения Мама Усадила Меня За стол Абажур Такой Висел И под Абажуром Она Первый Такой Разговор Со мной Провела Она Сказала Ты завтра Получаешь Паспорт Я тебя Прошу Только Об одном Ты должен Сказать Когда Тебя Спросит Какую Национальность Записать Она Сказала Ты Должен Написать Грек Я говорю Как Как я Какой я Грек Она Говорит Но Евреем Ты не Будешь Сказала Я говорю Ну Почему Как Можно Здесь Это Как Нелепо Ну Нелепо Абсолютно Нелепо Она Сказала Что Вот Нас Разъединят Понимаешь Вот Если Нас Если Тебя Напишут Еврей А Я Гречен За мной Придут Тебя Отправят Вот Она Очень Ну В страхе В страхе Жили Люди Понимаете Это был Бзик Конечно Вот Но Может Быть И Она Все Сделала Правильно Вот И так Я Стал Получил Паспорт Где Черным По Белому Было Написано Розовский Марк Григорьевич Национальность Грек И Это На пол Жизни Моей При Советской Власти Определило Множество Анекдотических Ситуаций Мой Товарищ С которым Мы Учились Пошутил По этому Поводу Он Сказ Что Я Единственный В мире Человек Который Совершил Путь Из Евреев В Греки На Трудной Когда Умер Сталин Произошла Эта Страшная Трагедия Около 500 Человек Была Давка И Погибли Эти Люди Сталин Нес За собой Как Говорится В могилу Сотни Человек Это Все Было Рядом С моим Домом Жил я На Петровке И На Трудной Во дворе Петровка 26 И Я Помню Как Бабушка И Мама Меня Не Пускали Не Выпускали Из Дому Потому Что Знали Что Вот Там Сверху По Бульвару Спускается Огромная Толпа И Вот Там Возникла Эта Трагедия Ну А Мы Ребята Которые Жили В самом Центре Москвы Мы Знали Как Пройти Туда Поближе К Столешникову Через Дворы То есть Наши Вот эти Многокилометровые Очереди Это Было Не Проблема Компания Была Я Не Один Был Мальчишка Ну Какие Мальчишки Я Уже В Девятом Классе Учился 53 Год Вот И Я 16 Лет Было Отец Жил В ссылке А в ссылке Он Жил Еще Более Страшнее И Тяжелее Чем В тюрьме Чем В лагере Потому Что В лагере Хоть Кормили А в ссылке Надо было Работать А ему Не давали Работать Два Или Почти Три Года Он Не Имел Работы Он Вообще Непонятно Коренями Он Питался Или Чем Там Он Питался Ну Там Была Вот Женщина Которая Его Спасла Как Он Мне Говорил Я Женился На Корове Я Говорю Ты Маму Предал Он Говорит Нет Я Говорю Почему На Корове Как Ты Женился На Корове Он Говорит Ты Это Молоко Это Я Говорю А Откуда Коровы Она Была Полячка И Она Была Портниха Она Была Очень Хорошей Портнихой И Попала В Сибирь Тоже Ну Вот Она Как Бы Приголубила Отца И Отец Так И Говорил Что Она Меня Спасла От Голодной Смерти Вот Ну Конечно Это Бы Тоже Вынужденные Было Приспособленчество Называйте Это Но Это Понятно Все Мама Не Могла Ему Простить Это Абсолютно Любовная История Это Роман Джульетта Только Разрыв Вот Я И Говорю Что Преступление Сталинщины В том Что Были Разорваны Семьи На Уровне Семьи Происходили Вот Эти Разрушительные Страшные Процессы Моя Безотцовщина Отсюда Несчастье Матери Мать Когда Когда Уже Он Был На свободе И когда Они уже Не могли Сойтись Мать Простить Простить Не могла Простить И Все Что Ему Там Женщину Вот Мать Но Она Любила Она Любила Любила Ну Ах Как же Она Любила Я Помню Я Просыпаюсь Где-то В 4 часа Ночи От Какого-то Звука Какого-то Я В другой комнате Я был Я спал На диване А Она В своей Комнате И Вот Я Оттуда Слышу Вот Она Рыдала Она Выла Как Не знаю Как Но Она Переживала Она Любила До Последней Доли Секунды Своей Жизни Это Такое Глубинное Чувство Которое Постичь Нельзя И Оно Вне Логики Понимаете Потому что Когда Двое Людей Столь Столь Вот Столь Мощно Прожившие Прожившие Пробившие В эту Толщу Времени Страшного Времени Вот Они Остались Живы А Соединение Не Произошло И Это И Есть Последствия Сталинщины Потому что Небудь Небудь 37 Года У меня Был бы Отец И Никогда Мать Моя Не Рыдала И Может Быть Они Жили Б Последний Это Не Домысел С моей Стороны Это Уверенность С моей Стороны Что Так Б Оно И Было Потому что Это Была Колоссальная Любовь И Отец Любил Всю Жизнь Был бы Небудь Был бы Продолжение следует...